Всем привет, дорогие друзья! Мы приехали отдыхать в Аланию, заселились в классный апарт-отель, находится в суперском расположении, цена очень дешевая. Немножко попозже все расскажу, сейчас покажем инфраструктуру отеля, потом где он находится и расскажем, конечно же, по цене. Я предлагаю прогуляться. Сразу к самому этому. Да, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, у нас все об отдыхе и жизни в Турции. И о бассейне сейчас еще будет. Да, и о бассейне, я очень хочу туда, поэтому пошлите быстрее. А здесь при входе такая лаунж-зона. Чил-зона, я бы сказал, вообще. Там есть и в саду, очень, на самом деле, прохладно, классно. То есть даже хоть сейчас зара, да, 34 градуса, но не ощущается из-за тени. Здесь в следующем году обещали сделать бар нам. Нам. Будет туда кофе, алкоголь, да, наверное, тоже кофе. Легкие, да, напитки. Вот, будет бар. Здесь, кстати, мы заселились вчера ночью, отдохнули, уже все прочувствовали. Люди работают. Для тех, кто не хочет со своей семьей находиться, очень удобно. Вышел по работам. Так, собственно, бассейн. На самом деле здесь играет музыка. Мы просили выключить, чтобы не одним нам так было грустно. На самом деле, чтобы Bluetooth не заблокировал. Бассейн видно? Видно. Спасибо. Ребятки, про телевизор есть тоже такой вообще. Ну, в каждом номере есть телевизор, я думаю, в принципе, да. Ну, мне еще понравилось, что тут книжечки лежат. Да, здесь книжки на арабском, на немецком, на турецком, на английском и на русском даже. То есть очень много языков. Кто хотел почитать Толстого, ты всегда можешь наверстать. Да, Шантарам есть. Ну, я уже читала, у меня уже все. А про что там? Ну, про жизнь в Индии. Ребята, есть Инстаграм, Ватсап, можно все бронировать, будет дешевле, чем через Букинг, да? Да. Я объяснял. В принципе, там Инстаграм, они и на русском немного, да, говорят, без проблем. Они через переводчик, да, сами поговорят? Да, через переводчик, в принципе, вот мы заехали, все без проблем. Что можно сказать? Вообще, это апарт-отель рассчитан как на отдых самостоятельно. Есть кухня, как мы уже с вами посмотрели, или посмотрим. Посмотрим, да. Потом вставлю видео. Также, в чем плюс, на месяц будет дешевле снять, сделать скидку. На полгода еще дешевле. Ну, в общем, чем больше берете, тем дешевле. На полгода тоже очень хорошая цена получается. И они помогают с иками там, с Венже. Для тех, кто хочет переселиться, в принципе, так жить не напрягаясь. Очень классная ситуация. По ценам расскажем давай сразу. Конечно. Отдай бумажечку нам написали. Если заезжают с 7 сентября по 7 октября 850 евро в номере, который мы сейчас покажем, можно селиться до 5 человек. Если семья будет, допустим, двое взрослых там... Но имеется в виду 5 взрослых. Да, ну нет, не совсем 5 взрослых. Вообще имеется в виду, там нельзя приехать с десятерым друзьям и заселиться в 5-местный номер. Вот, номер до 5 человек. Но если семья там, допустим, двое взрослых и четверо детей, конечно, вас туда поселят без проблем. Ну, сами понимаете, я думаю. В принципе, давай я покажу, вот так нам вы списали. Вот, ну, конечно, зимой дешевле. Вот зимой, если вы заедете 7 декабря по 7 января, 600 евро на пятерых человек. Ну, опять же, он говорил, если вы там не по одному месяцу, допустим, будете платить за полгода, за год, то, естественно, цена уже будет другая. Да, если за полгода, за год будут скидки, или там за два месяца, я думаю, тоже сделают скидку. Ну, как вы видели, инфраструктура, в принципе, основной это бассейн. Мы покажем обалденно, тут 250 метров, сразу спойлер, до пляжа Клеопатра. Мы в прошлый раз поселились в другом апарт-отеле, его даже не стало показывать, потому что там выходишь на пляж, там не Клеопатра, там пляж не очень. В общем, по ту сторону горы не селитесь. В общем, ребят, есть трансфер VIP, то есть вас везут с семьей на отдельной машине. Так, это 60-70 евро, а 45-50, это что значит? Это с Анталийского аэропорта, а это с аэропорта Газипашан. Да, Газипаша, а с Аланийского. В общем, ну, чаще, мне кажется, в Анталию прилетают, да? Вот, и есть трансфер, я поняла, это просто автобус будет, по сути дела. Автобус забирает массово. Да, и будет останавливаться, выгружать еще людей в другие отели, то есть, сборочка. По цене классный, есть на самом деле 200 лир, это за человека, если с Анталией, и 100 лир, если с Аланий. Все правильно. Все? Молодец. Отлично, 5. Идем смотреть номера. Ребят, в общем, мы попросили посмотреть самый верхний номер с красивым видом, нам показали. Такая самая основная гора в Алании, мы, кстати, туда забирались в прошлый раз, все излазили, так что есть видео. Я бы взяла бы на верхнем этаже, если я был полгода, у нас на втором этаже. Ну, на втором тоже ничего, так приятно. Да, на втором тоже ничего, но тут прям шикарно. Пойдем еще посмотрим, что есть. А, номера, кстати, все одинаковые, я думаю, разные, все одинаковые. Ребят, это вид на другую сторону, тоже пятый этаж, видно надпись «Я люблю Аланию». Здесь такой шикарный парк, и что самое интересное, есть детская площадка. Потому что не часто встретишь, на самом деле, детские площадки, а там все-все-все есть, удобно, ребенка выпустила, играйся. И там даже карусельки классные. Катается сама? Да. Или от ветра? Не, ну как, катают ее. Так выглядит коридор, мы идем в свою комнату, сейчас все покажем, расскажем. И магия монтажа. Там уже квардак, но мы вставим то, что снимали в начале. Ребята, в общем, сначала посмотрим наш номер, потом еще посмотрим, какие варианты есть. Мы уже попросили зеркало, раковина, фен, все есть. Так, я взмыленная. Душ с нагревателем. Собственно, король ванны. Туалетная бумага все есть, полотенце есть. Заходим теперь в нашу комнату, тут тоже все есть, как всегда все украшено, обалдеть, даже розами. У нас подсветка есть. Да, подсветка мне розы понравились. С предсистемы есть в одной и во второй комнате. Да, шикарное зеркало. И Моника уже зайцем украсила. Ну, такой мини-рабочая зона кресла. Пойдем в следующую смотреть. При входе у нас тут огромный шкаф. Сейчас еще попречим все свои вещи, все свои повжитки. Обалденный комплимент от отеля. Мы его уже видели. Я его уже подъел? Да, Денис уже съел. Ну, розы, вино, гранатовое. Все как это. В Турции. Да, спритка тут тоже в второй комнате есть. Телевизор, наконец-то. Мы взмыли, потому что вот так вот. Ну, да, мы бежали с чемоданами. Тут у нас есть турецкий обалденный, шикарный большой балкон. Как вы знаете, турки очень любят проводить время на балконе. Большинство он большой. Выходим, собственно, с балкона. Здесь у нас так как апарт-отель. Здесь есть кухня. Кстати, здесь очень вкусно пахнет. Тут какой-то аромат нам поставили. Там есть все. Я уже посмотрела, пролезла. Кастрюли, сковородки, микроволновка, вытяжка, плита. И есть также холодильник. То есть полноценная, в принципе, такая квартирка. Чайник, раковина. Все-все-все есть. Как я уже говорила, до пляжа эти 250 метров. Это до пляжа Клеопатры. Мы его покажем. И еще покажем. Там есть такой секретный, около скалы. Там не песок, а как мелкогалька. Мелкогалька, да. Да. Ну, вода очень красивая, чистая. Пойдем. А еще можно с скалы прыгать. Кстати, электричество, свет. Все входит в стоимость. Потому что, допустим, некоторые апарт-отели есть немного подешевле. Вот за Клеопатрой. Но электричество не входит в стоимость. А электричество очень дорогое. Особенно зимой. Зимой очень дорого. Ну, слушай, мне кажется, если снимать не через booking, то будет дешевле, чем даже те отели, которые... Да. Так что... Он хороший. Вот кому на месяц, на две недели, на неделю. Вот мы на несколько дней остановились. Тоже очень выгодная цена. Еще хотел рассказать про Ланю. Ну, ладно, сейчас зайдем в тени, расскажу. Кстати, есть банкоматы. Можно снять. Ребят, мы вышли на променадную зону. Шли мы, наверное, минуты две, да? Буквально, да. Ну, собственно, 250 метров, она и есть 250 метров. Все, тут вдоль Клеопатры шикарный пляж. Сам пляж Клеопатры, не помнишь, сколько? Километр три? Блинный достаточно. Ну, блинный, да. Фонтаны везде, детские площадки, котики, как в Турции любят. Так, ну и, конечно, покажем сам пляж, да? Я думаю, людям интересно. В общем, ребят, прежде чем мы попадем на пляж, еще одна важная информация. Ретом в Аладне, ну, мне кажется, попрохладнее, да, чем в Антарии, по моим ощущениям, в общем. А весной, осенью здесь погода теплее. Да, теплее. И море теплее, и сама погода теплее. То есть, если кто-то едет поздней осенью, лучше ехать именно в Аланию. И что касается зимы, зима здесь тоже потеплее. Не знаю, как это работает. Между Антарии и Алани буквально 100 километров. Как-то это работает. Все, теперь на пляж. Через цветник. Ну, мы через кусты, как всегда. Там есть дорожка. Ребят, вот у нас основная такая гора в Алани, которая прилегает к морю. Там под ней очень интересный пляж с мелкой галькой. Но основной пляж Клеопатр, это вот, собственно, с песочком. Шикарный. Ну, пойдем посмотрим. Давай не на проходе, а на там. И спросим еще, сколько лежаки. Ну, естественно, переодевалки, душ все есть, туалеты есть. Я думаю, это уже не стоит говорить. Ребят, в общем, мы спросили у этой стойки. И нам сказали, что написали, что 25 лир стоит лежак. 25 лир зонтик, да, на целый день? Там лежаткий матрас. Ну, лежак, матрас и зонтик. Все, пойдем посмотрим на море. Ну, отдыхающим здесь здорово быть, здорово. Возможно, мы в этот раз тоже покупаемся, да? Да. Собственно, не обязательно брать лежаки, не обязательно брать зонтики. Можно просто так бросить свою подстилочку и отдыхать. Особенно осенью уже будет не такое агрессивное солнце. Так, ну, что у нас представляет собой пляж? Клеопатр, в принципе, мы в центре пляжа. Носить большие волны. В прошлый раз мы были, волны были поменьше. Красиво. Да, Ланя такой красивый, именно курортный город, с одной стороны. А с другой стороны, есть чем заняться. То есть, можно пожить месяц и, в принципе, не будешь скучать. И на горы полазать, и скучай экскурсии. Ага, еще тут очень много русских. Очень много русских. Русскоговорящих. Да, много также бар. Бар. У них тоже много. Много, в общем, таких променадных зон с барами, с ресторанами и все прочее. Ну, собственно, вот этот вот песочек. Не песочек, а мелко галико управляется. Мы вставим видео под горой, какой вот буквально тут 5 минут. Там немножко другая белая. Ну, да, я думаю, мы сюда как-нибудь дойдем, еще поснимаем там. Ну, в этом видео мы просто лениво вставим кадры с того видео. Все остальное будет во влоге. Все, пока-пока. Пока-пока вам. Оставляйте комментарии, кому нужно все контакты оставим, да, ватсап и все прочее отеля. Нам понравилось. Второй день живем. Да. Персонал классный. Да, персонал классный, приветливый, на все вопросы отвечают. Хотя мы их уже замучили, кажется. Все. Так. Я надеюсь, вы все подписались. Особенно, кто давно смотрит, вы даже не можете не знать, что вы не подписаны. Есть. Да. Так что сделайте эту кнопку серой. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.